В российских СМИ неспокойную ситуацию в Турции связывают с действиями самой Анкары. Дескать, сами виноваты, нечего было заигрывать с террористами. А некоторые политологи в Москве идут дальше и высказывают подозрения, что сами власти Турции и устраивают взрывы, лишь бы оправдать свое вторжение в Сирию. Николай Старобахин продолжит тему. У турецкого посольства в Москве сегодня тихо и безлюдно. Ни цветов, ни горящих свечек. В России вроде и принято приносить к зданию страны, пострадавшей от атаки террористов, знаки памяти и поддержки. Но то ли этот теракт не тронул души россиян, то ли его сочли боевыми потерями. А на войне, как на войне. Отношения между Россией и Турцией за последнюю неделю стали еще напряженней. Взаимные обвинения и угрозы. Чем чаще их произносят, тем реальнее они кажутся. Пропагандистская война идет уже давно. И все актуальнее вопрос, не начнется ли настоящее. Не поддержка, а конфронтация. В российском МИДе минувшим днем говорили о Турции без особого сочувствия. На неделе Анкара обвинила Москву в авиаударах по сирийскому госпиталю. Сегодня официальный представитель министерства назвала эти заявления ложью. Никаких данных, как всегда, прямых, либо даже косвенных, которые бы указывали вообще на какое-либо участие российских ВКС к разрушениям этих госпиталей просто нет. Мало того, в ходе прямых вопросов к нашим зарубежным коллегам, они все подчеркивали, что и у них нет свидетельств, прямых свидетельств относительно какого-либо участия ВКС России в разрушении этой инфраструктуры. В Москве уверены, это просто часть информационной атаки. Власти подчеркивают, успехи в борьбе с ИГИЛ вызывают раздражение на Западе. Ведь Россия за несколько месяцев сделала больше, чем объединенная коалиция за полтора года. А по сути своей обвинения абсурдны. Вся боевая операция транслируется на экранах Национального центра управления. Мы сегодня имеем лучший ситуационный центр, который показывает вылет наших бомбардировщиков, нанесение ударов по всем целям, которые перепроверены. Там нет ни школ, ни больниц, ни госпиталей. С подобной точки зрения освещают и теракты в Турции. Курдский след, конечно, вероятен, но российские эксперты убеждены, нельзя исключать и провокацию циничного Эрдогана. Когда руководитель Турции Эрдоган с надрывом говорит о серьезных притязаниях в адрес Сирии, о готовности Турции ввести свои войска в Сирию, вполне возможно, что этот теракт и может являться неким спусковым крючком механизма вторжения в Сирию со стороны Турции. Войдут ли турецкие войска в Сирию, в Москве не знают. Но очевидно, что сама Россия все глубже погружается в ближневосточный кризис. Задача по уничтожению ИГИЛ не решена, да и АСАД не поборол оппозицию. При этом конфликт с Западом только обостряется, а с Турцией и вовсе становится опасным. А методы ведения военной операции вызывают вопросы. Полгода назад Соединенных Штатов обвиняли в том, что они уже два года бомбят, а ничего не разбомбили. Это как раз потому, что каждый удар наносился очень аккуратно, точечно, стараясь не задеть мирное население. И это им ставилось в позорный изъян Соединенным Штатам. А вот мы залили огнем всю эту самую сирийскую территорию. Залить залили, но по дороге утопили в этом огне, я думаю, уже сотни ни в чем не замешанных людей. Впрочем, выйти из конфликта Москва захочет только не потеряв лицо. Но война пока не получается победоносной и уже рискует стать немаленькой. Так что до мира в Сирии, похоже, еще далеко. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова